Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим очень простой домашний торт со сметанным муссом. Мусс на сметане хорошо держит свою форму и имеет нежную тающую во рту консистенцию. Это прекрасная альтернатива муссу на жирных сливках. Приготовление торта начнем с шоколадного бисквита. Подготовим все необходимые ингредиенты и сразу подготовим сухие составляющие для бисквита. Соединяем муку, какао, разрыхлитель и просеиваем через сито, разминая все комочки. Добавляем щепотку соли, перемешиваем до равномерного распределения ингредиентов и отставляем пока в сторону. Обжаренные грецкие орехи порубим ножом не слишком крупно, но и не слишком мелко. Степень измельчения орехов зависит от ваших предпочтений. Обязательно нужно убедиться, что не попались остатки скорлупы или перегородки. Белки комнатной температуры начинаем взбивать без сахара на низкой скорости миксера, постепенно наращивая скорость до средней. Когда белки превратились в пышную пену, состоящую из множества пузырьков одинакового размера, добавляем половину отмеренного сахара. Я добавила сахар в два захода. Продолжаем взбивать на средне-высокой скорости. Взбиваем до получения вот такой мягкой, но стабильной меренги. Теперь воду переливаем в ковшик и доводим на плите до кипения. В отдельной емкости соединяем желтки с оставшейся половиной сахара и слегка взбиваем. Теперь в три приема добавляем горячую воду, не прекращая взбивания. Когда вся вода добавлена, включаем максимальную скорость миксера и взбиваем до белой пышной массы. Взбитые желтки отправляем в меренгу и слегка перемешиваем вручную силиконовой лопаткой. До полной однородности перемешивать не нужно. Далее добавляем половину сухих ингредиентов и аккуратно перемешиваем, стараясь сохранить воздушность взбитых яиц. Перемешали до полуготовности, добавляем вторую часть сухих ингредиентов и замешиваем бисквитное тесто. В готовое тесто добавляем рубленные орехи и перемешиваем. Вот такое тесто должно получиться в результате. С лопатки оно не стекает, а как бы рвется. Перекладываем тесто в подготовленную форму. У меня кольцо диаметром 22 сантиметра. Я его установила на противень, застеленный силиконовым ковриком. Тесто достаточно густое, поэтому донышко из фольги делать не обязательно. Внутреннюю часть кольца смазывать маслом не нужно. Отправляем на выпечку в заранее разогретую духовку. Мой бисквит выпекался ровно 15 минут при 180 градусах на режиме верх плюс низ без конвекции. Готовность проверяем, не вынимая бисквит из духовки деревянной палочкой или легким нажатием пальцем на бисквит. Поверхность должна пружинить и не должен оставаться след от пальца. Сразу снимаем бисквит с горячего противня и даем полностью остыть. Готовим шоколадный мусс на сметане. И первым делом замачиваем желатин. Высыпаем желатин в воду и хорошо перемешиваем. У меня быстрорастворимый желатин силой 220 блюм. Такой желатин набухает очень быстро. Сыпучий желатин, как правило, замачивается в пропорции 1 к 6. Если у вас листовой желатин, то замачивайте в произвольном объеме ледяной воды. Он сам возьмет столько жидкости, сколько ему нужно. Пока желатин набухает, в ковшик переливаем молоко любой жирности и ставим на плиту. Помешивая, нагреваем молоко до состояния близкого к кипению, но не кипятим, до появления активного пара. Снимаем ковшик с горячим молоком с плиты и сразу распускаем в нем набухший желатин. Хорошо перемешиваем, чтобы желатин полностью разошелся. Теперь в горячую молочно-желатиновую смесь высыпаем темный шоколад и, чтобы он немного подтаял, оставляем секунд на 20. Если у вас шоколад не в калетах, то его нужно предварительно измельчить, поломать руками или порубить ножом. Когда шоколад немного растаял, начинаем перемешивать до получения гладкой и однородной массы. Если масса расслаивается и молоко с шоколадом не хотят так просто объединяться, то можно пробить погружным блендером до получения качественной эмульсии. Отставляем шоколадный ганаш пока в сторону и займемся сметаной. Перекладываем ее в удобную емкость, предварительно отвешивать не нужно. Сметана должна быть свежей и не слишком кислой. Жирность моей сметаны 20%, она у меня холодная. Через сито добавляем к сметане просеянную сахарную пудру, разминая все слежавшиеся комочки. Слегка утапливаем пудру венчиками миксера, чтобы она не разлетелась. Сметана не жирная, поэтому она не взобьется как сливки, но нам нужно добиться легкой пышности и слегка насытить сметану пузырьками воздуха. Немного взбили, сахарная пудра разошлась. Можно добавлять слегка остывший шоколадный ганаш. В принципе, можно не ждать, его температура сразу подходит для того, чтобы объединять со сметаной. У меня сейчас температура шоколадной смеси 37 градусов. Добавляем шоколадную смесь в сметану небольшими порциями. Каждый раз перемешиваем миксером до однородности. Готовый мусс еще раз перемешиваем лопаткой до однородности. И наш шоколадный мусс из сметаны готов. Когда бисквит остыл, вырезаем его из кольца при помощи ножа. У бисквита срезаем верхнюю часть. В результате толщина бисквита должна получиться в районе полутора сантиметров. На доску устанавливаем кольцо, прокладываем ацетатную пленку и укладываем подготовленный бисквит. Я просто дождалась остывания бисквита, но не дала ему отлежаться в холодильнике. Поэтому допускается собирать торт сразу в том же кольце, в котором выпекался бисквит. Но лучше использовать раздвижное кольцо, чтобы плотно его затянуть под диаметр бисквита. Всегда учитывайте, что за время отлежки бисквит немного сжимается и уменьшается в диаметре. И собирать тортик в том же кольце, в котором выпекался бисквит, уже не получится, поскольку будет зазор, через который мусс будет вытекать. Далее наливаем мусс прямо на бисквит. Учитывайте, что мусс не может ждать и нужно его готовить непосредственно перед сборкой торта. Часть влаги и сметанного мусса в любом случае впитается в бисквит, пока желатин будет стабилизироваться. Но если вам нравятся более пропитанные тортики, то по желанию бисквит можно пропитать своей любимой пропиткой. Убираем торт на короткое время в морозильную камеру приблизительно на 30 минут, а затем в холодильник до полной стабилизации мусса. Через 1,5-2 часа, когда мусс немного схватился, готовим ганаш для покрытия. Для этого нам понадобится молоко и темный шоколад. Молоко нагреваем почти до кипения, периодически помешивая, чтобы оно прогревалось равномерно. Горячим молоком заливаем шоколад. Даем ему подтаять секунд 20 и начинаем перемешивать, добиваясь глянцевой и однородной массы. Если тепла молока не хватило, чтобы полностью растопить шоколад, то можно слегка прогреть в микроволновке. Достаем торт из холодильника, выливаем ганаш на мусс и помогаем ему равномерно распределиться. Снова убираем в холодильник для окончательной стабилизации мусса и ганаша. Я оставила в холодильнике на ночь. Когда торт стабилизировался, достаем его из холодильника, снимаем кольцо и убираем бордюрную ленту. Переносим торт на подставку или блюдо, на котором будем подавать и украшаем по своему желанию. Я украсила шоколадными украшениями и кондитерскими сахарными бусинами. Отрезаем себе кусочек и наслаждаемся. Вкус у сметанного мусса получается с еле заметной кислинкой, присущей сметане. Здесь важно взять очень свежую и не кислую сметану, но часто многим такая легкая кислинка даже нравится. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте и подписывайтесь на мой канал. А сегодня на этом все, до встречи в новом видео!